Девушки отдыхают Кто увидев паучка дрожит, кто от стрекозы убегает Сейчас я вам расскажу жуткую историю, которая приключилась с девочкой Анютой Слушайте и трепещите Анюта очень боялась всяких букашек-таракашек Увидит мотылька и сразу под стол прячется Ой, мамочки! Увидит муравья и сразу на дерево лезет Ой, папочки! И вот однажды, когда младший брат Вопка-Карапуз ушел гулять Попросила мама Анюту помочь с уборкой в доме Достань-ка, Анюта, пылесос из кладовки и почисти ковер в гостиной Как же Анюта в кладовку пойдет? Там же паук в своей сети плетет Медленно Анечка дверь приоткрыла Ужас кошмарный она ощутила В этой кладовке низги не видать Как пылесос ей оттуда достать? В страшную сеть к пауку не пойду Я пылесос и на ощупь найду Приоткрыла Анюта дверь кладовки только чуть-чуть Чтобы паук ее не заметил И стала доставать не глядя все, до чего дотянется Сначала достала папину лыжу Потом достала глобус А потом нащупала электрический шнур Потянула за него И вместо пылесоса на нее из кладовки Выпали поломанная лампа, гладильная доска И старый велосипед без переднего колеса Ой, сказала мама Оказывается, клад в кладовке есть, а пылесоса нет Ну тогда пойди на кухню, мусор вынеси Только не мусор, ведь там таракан Страшный, усатый, злодей-великан Он нашу девочку мигом сожрет Брюхо погладит и сытый кнет В волю собрав и последние силы Вот что Анюта сделать решила Мусор схвачу и скорее бежать Тогда таракан у меня не сожрать Схватила Анюта мусорное ведро Рванулась к двери А за ней со страшным хрустом и жутким скрежетом По табуреткам, стульям и столу По всей кухне Мусор из ведра посыпался Ну что ж, сказала мама Если мусор оказался такой невыносимый Сходи на балкон, полить цветы Это ужасное слово балкон Там на балконе большой махаон Он паука с тараканом страшнее Все потому, что летать он умеет Сверху набросится слева и справа И на него не найдется управы Ладно, тихонько к цветам подкрадусь Может, кувшином с водой отобьюсь Начала Анюта цветы поливать А бабочка взлетела И давай махать своими махаоньями крыльями Метнулась девочка в один угол балкона Два горшка уронила Метнулась в другой Кувшин с водой потеряла Юркнула домой И под стол забилась Лужи воды И земля на балконе Хлам из кладовки И мусор вокруг Кто сотворил это все беззаконье? Кто? Махаон, таракан и паук? Вздохнула мама грустно И пошла пол на балконе вытирать Собирать мусор на кухне И ковер пылесосить Тут младший брат Вовка Карапуз С улицы вернулся И сразу конючил Смотри, какая божья коровка у меня есть Хочешь погладить? А ты ее не боишься? Спросила Анюта Вот еще Жучков боятся В лес не ходить Вон она какая махонькая А я вон какой огроменный Сказал Вовка Карапуз И тогда Анюта поняла Жучки, паучки И другие козявки Опасными нам только кажутся, братцы Они ведь размером чуть меньше булавки Мы в тысячу раз больше Чего их бояться? Один мальчик Паша Очень боялся всяких сказочных злодеев Бывает Начитается сказок Но представляет себе всякого А потом боится Да еще других детей Сказочными страшилами пугает Сейчас я расскажу вам Какая жуткая история Из этого вышла Однажды Четвертый Б Пошел в поход Выбрали место Поставили палатки Собрались у костра А Паша и говорит Зря мы здесь стали В этом лесу Как пить дать Баба Яга живет Вот увидите Она нам еще покажет Посадит кого-нибудь на лопату И в печь засунет Ему, конечно, не поверили А наутро Ужас! Кто это? Пашу комары искусали Да так, что его и не узнать Вот видите! Кричит Паша Это Баба Яга Комарам припадала Чтобы они из меня Все кровь выпили Над ним, конечно, посмешались А девочка Света Дала ему свой спрей от комаров Вечером Паша От комаров Свою палатку набрызгал И говорит Вот увидите Этой ночью Стопудова Баба Яга придет Всех нас съест И на косточках наших покатается И точно Ночью Страх-то какой Как загромыхала Как засверкала И наутро Пашины сапоги Были полные воды И это все Баба Яга Дождь наколдовала Кричит Паша А сам воду из сапог выливает Над ним, конечно, все посмеялись Не надо было сапоги снаружи оставлять А мальчик Дима Дал ему свои запасные сухие кеды Собрались ребята в лес за малиной А Паша говорит Я с вами не пойду Потому что в этом темном лесу Баба Яга живет В избушке на курьих ножках Вокруг избушки забор Из лыж пропавших лыжников стоит А на заборе корзинки заблудившихся грибников висят Над ним, конечно, все посмеялись А девочка Таня Дала ему котелок и мешок крупы Тогда кашу вари Говорит Вернемся Будет на обед каша с малиной Вернулись, ребята, из леса с малиной Смотрят Паша спит Каша в котелке подгорела А огонь из костра выскочил И по жухлой траве К палаткам подбирается Дети огонь затоптали Пашу растолкали И говорят Что же ты за огнем не уследил И кашу проворонил Это не я Это баба Яга на меня сонно слала Чтоб мы ее лалину не ели А вот она и сама в ступе летит Пестом погоняет Помелом с Лидой заметает И правда Раздался над лесом шум да гром Ветер засвистел Деревья нагнулись И тут на поляну садится вертолет Голубого цвета Из него дяденька выходит в форме Паша его и спрашивает Вы не баба Яга? Нет, говорит дяденька И даже не Кащей Бессмертный Мы пожарные из МЧС Облетаем лес На предмет возгорания Увидели ваш костер А рядом кто-то лежит И не шевелится Решили проверить Нет ли пожара Нет, говорят дети То, что Паша у костра уснул Это все баба Яга виновата А мы с огнем аккуратно обращаемся Это вы молодцы Говорит пожарный За это вам положено мороженое И бесплатное кино О правилах пожарной безопасности в лесу А Пашу Сонную четерю Мы с собой возьмем Пусть сортолет увидит Что никакой бабы Яги в лесу нет Высоты-то не боишься Вот с тех пор Паша и понял Что бояться надо не бабу Ягу А лесных пожаров И костер в лесу без присмотра Не оставлять Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня я расскажу вам страшную-престрашную историю Про то, как одна девочка боялась докторов И вот какой жуткий случай с ней произошел Поздним-поздним вечером Приготовила Сима игрушкам ужин Из пластилина налепила черных-черных котлеток И еще намесила манной-манной кашки Рассадила куколок и дава их подчивать Кусочек за бабку, ложечку за детку, детка за репку, внучка за жучку В общем, накормила Сима кукол своей стряпней А заодно и сама наелась Вот наступила ночь Легла Сима спать Но чет-чет не спится Пулькает в животе у Симы, как в болоте Надо бы поскорее про это маме сказать Только боится Симочка, что мама сразу доктора вызовет Это ж такой кошмар, что уж лучше потерпеть А живот все сильнее и ноет Вдруг слышит Сима Совсем рядом кто-то тяжело так вздохнул Приподнялась Сима на кровати И пытается разглядеть Кто это там у шкафа всхлипывает Вроде нет там никого В углу только фарфоровая кукла Луиза стоит И тут в лунном свете заметила Сима Что из стеклянных глаз по щекам Луизы текут слезы Вдруг под Симкиной кроватью кто-то тихо застонал Смотрит Сима, а там лежит плюшевый мишка и пищит Ой, животик мой, животик! И сразу со всех сторон игрушки заныли Симочка, вызывай неотложку! У нас от твоей каши и котлеты к животу и разболелись! Сима вся так и задрожала Какой еще неотложку? Врачи это самое страшное, что есть на свете! Если ужасный доктор приедет на ужасной скорой помощи То сразу пропишет всем ужасное горькое лекарство Он заставит всех вас показать языки И залезет вам в рот чайной ложечкой А тех, кто будет плакать и сопротивляться Доктор схватит и увезет к себе в больницу Но, видимо, игрушкам было уже все равно Кто, куда их увезет? Ой, животики наши, животики! Плакали они и не унимались Тут у Сима самой так живот скрутило Что перед глазами поплыли какие-то оранжевые пятна Зеленые облака А в облаках летели розовые дракончики И ели пончики Сима только успела подумать Вон, сколько пончиков съели дракончики И сама куда-то полетела Долго ли, коротко ли Наконец очнулась Сима Потрогала живот Вроде не болит Открылась Сима в глаза И еще и не сразу сообразила Как это она очутилась в этой неизвестной комнате С белыми стенами От нечего делать Сима нажал одну блестящую кнопочку Тут, бац, открывается дверь И входит Снегурочка Вся такая чистенькая, беленькая Улыбается Ну, сейчас с Новым Годом начнет поздравлять Подумала Сима Но Снегурочка оказалась вовсе не Снегурочкой А доктором И никаким горьким лекарством Симу кормить она не стала А просто погладила по голове Пощупала Симкину живот И сказала Лучше б кушала ты, Сима, апельсины А не всякую стряпню из пластилина Если б вовсе эту гадость ты не ела То в больницу бы ты к нам не загремела Ну, и никакая не ужасная эта больница Подумала Сима Тетя доктор тоже какая-то не страшная И вообще, в следующий раз нужно будет не врачи А кого-нибудь другого бояться Вот, точно! Не докторов, а поваров Ведь это они готовят ужасную манную кашу с комочками Сегодня я вам расскажу Страшную историю Про одного мальчика Которого хотели похитить инопланетянцы Этот мальчик больше всего на свете любил две вещи Книги Ну, и, конечно, конфеты А книги мальчик читал Не какие-то там детские про бабу-ягу и семеро козлят А настоящие, серьезные Про пришельцев из космоса Про инопланетный разум И прочую фантастику Про гуманоидов А читал он их ночью Под одеялом Потому что инопланетяне За нами наблюдают И все время хотят украсть Того, кто плохо лежит Просто одеяло Очень хорошо от пришельцев защищает Это проверено Еще ни разу Ни один гуманоид Ни одного ребенка Под одеялом не нашел Но вот однажды ночью Мальчик почувствовал Что инопланетяне до него все-таки добрались Совсем рядом с одеялом Послышался В душераздирающий треск Потом Зловещие шаги Тут мальчик услышал Такое ужасное сопение Что сердце у него прыгало в пятки Мальчику стало страшно бояться Просто так Он выглянул из-под одеяла И бац Никого не увидел Вокруг была кромешная тьма И вдруг из этой страшной темноты Ударил Страшный луч света Мальчик хотел закричать Но не смог Потому что в луче света Предстал перед ним Чудовищный Нечеловеческий Ёжик Хотя Какой он чудовищный Просто маленький ёжик Учел конфеты Забрался в дом Залез на тумбочку Ну и наступил на выключатель Да этот ёжик Когда лампа зажглась Сам так перепугался Что про конфеты позабыл Мальчик очень обрадовался Что ёжик совсем не инопланетный И стали они дружить Мальчик ёжика и в центрифуге крутил И в ракете запускал И ёжику всё это нравилось Ёжику любой эксперимент нравится Если ты ему потом конфеты дашь Ну вот однажды Тёмной-тёмной ночью Совершенно неожиданно Ёжик исчез Конечно Эти гуманоиды только и ждали Чтобы посетить подготовленного К космическим перелётам Ёжика А ещё вместе с ёжиком Пришельцы утащили все конфеты Мальчик пересилил свой страх Побежал спасать ёжика и конфеты И тут он увидел такое Вот прямо перед домом В песочнице На детской площадке Стоит летающая тарелка Два зелёных инопланетянина Ёжик и мешок с конфетами А дальше Ещё страшнее Ёжик снял костюм ёжика И оказалось Что он и не ёжик вовсе А самый главный гуманоид Мальчик вскрипнул от неожиданности И случилось ужасное Пришельцы так перепугались Что прыгнули в свою тарелку И улетели Правда сразу вернулись Забрали конфеты Снова испугались И опять улетели И тогда мальчик понял Что зря он их боялся Ведь инопланетяне всякие Это просто Маленькие зелёные гуманоиды Которые любят конфеты А откуда в космосе взять конфеты? Вот они к нам и прилетают За сладеньким С тех пор Мальчик всегда вечером Клал на подоконник конфету Если вдруг прилетят инопланетяне Пока он спать будет Пусть полакомятся Значит так Залезайте в кровать Накрывайтесь одеялом И начинайте бояться Сегодня я расскажу вам Такой ужас Про который вы ещё не слышали Про то Как одного мальчика перевели В другую Школу Старая школа была хорошая Но её закрыли на ремонт А Серёжу перевели В другую школу И вот отправился он туда В первый раз Шёл и всё думал Какая она это? Другая школа Наверное там всё другое Страшное Представил он Потолок весь гнилой Дверь шатается За шуршавой стеной Грог валяется Как шагнёшь за порог Шуру кости А из окон скелет Лезет в гости Но делать нечего Хоть и страшно А без среднего образования Ещё страшнее Только ведь если школа другая Значит и учителя там другие Но людей непохожие В одной руке у них учебник А в другой ремень Из крокодиловой кожи Такой Что только его увидишь Сразу слёзы крокодиловые На глаза наворачиваются А на уроках другие дети Изучают что-то совсем другое Не природу средней полосы А что-нибудь очень-очень сложное Или какую-нибудь гадость невозможную Например, всё то, чем у них в столовой кормят И если ты на уроке не смог посчитать Сколько ног у противной волосатой гусеницы Тебе сразу ставят два Нет, два с минусом Нет, кол с минусом Минус с минусом Даже могут поставить А физкультура в другой школе Вовсе не физкультура никакая А жуткие поединки на ринге Бокс без правил Причём бокс со старшеклассниками И если ты проиграешь Но каким-то чудом останешься цел Тебя назначают дежурным по школе Но не на весь день, а на всю ночь И ты должен ходить всю ночь По пустой школе и крыс распугивать Чтобы они не залезли в кабинет анатомии И скелет в шкафу не сгрызли И если ты доживёшь до утра И за тобой придёт мама То это будет совсем другая мама Незнакомая И уведёт она тебя домой Только это будет совсем другой дом Тут Серёжа даже вскрытнул от ужаса Огляделся? Вокруг него ребята стоят И кто-то говорит Знакомьтесь, дети Это наш новый ученик Его перевели к нам Из другой школы Вдруг все как завизжали И как бросились в рассыпную Серёжа даже удивился Ребята, вы чего это? Тут одна девочка высунулась из-за парта И спрашивает А ты больно кусаешься? Нет, отвечает Серёжа Я вообще не кусаюсь, что я бешеный, что ли? А что за чудовище у тебя сидит в сумке? Да там обычные учебники А никакое не чудовище Кстати А может ты болеешь какой-нибудь болезнью Которой бац И у нас весь класс заразится? Да почему я должен болеть Кусаться И монстров в портфеле таскать? Да потому Говорят дети Что ты из другой школы Серёжа засмеялся И наконец понял Что не бывает Никакой другой школы Все школы Одинаковые И в других школах Нормальные учителя Учат нормальных ребятишек И не нужно никого бояться А скелеты в капу Они в каждой школе есть В кабинете анатомии Но это уже совсем другая история Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Боится в лес ходить Готовы послушать про дремучую чащу Про топкое болото Про враги-буераки Ну слушайте В одном старом-старом доме Возле старого-старого леса Жил один дяденька У него была собака Он ее любил Она съела кусок мяса Испугалась, что дяденька заругается И бац! Убежала в лес Надо идти искать принцессу Только дяде Сине было страшно Одному в лес ходить Потому что он очень боялся Заблудиться Но делать нечего Вдохнул он Глаза зажмурил от страха И пошел Принцесса! Принцесса! Где ты? Идет, носочки натыкается Пусть бома в деревья бьется А глаза не открывает Бои Слышится ему слева Справа А сверху Жуть! Долго ли порог, глядя Сеня по болотам Оврагом, думаю, раком бродил Только в конце концов вышел он к трём соснам И заблудился в них окончательно Ну, думает, всё, пропал я И собачка моя пропала Эх, принцессочка моя ненаглядная Вдруг ужас! Услышал дядя Сеня, как кто-то его тихонечко окликнул Открыл дяденька глаза Батюшки мои! Солнце село, на небе тучи Лес вокруг стоит дремучий И тишина Чу! Снова голос Повернись ко мне передом от лесу задом Дяденька весь так и обмер Медленно повернулся, смотрит Стоит перед ним на пенёчке мальчик Ни слова не говорит И прямо в глаза смотрит Дядя Сеня зарабил Но вида не подаёт И говорит Здорово, парнище! Иду себе мимо Уж больно ты грозен, как я погляжу Откуда дровишки? Ой, ой, нет, нет, нет Это я перепутала А, вот! А мальчик поплёвывает семечки Смотрит на дядю Сеню И ласково так говорит Царь – заревич Король – королевич Сапожник – портной Кто ты есть такой? Говори поскорей Не задерживай добрых и честных людей Тут дядя Сеня всё разом и рассказал И про принцессу, которая убежала И про то, как он заблудился А я пастушок, Макарка Отвечает мальчик Далеконько ты, дядя, забрёл Я сюда даже телят не гоняю Помоги мне, Макарушка, дорогу домой найти Взмолился дядя Сеня Я когда в школе учился То домашку по окружайке не делал Не знаю, как ориентироваться на местности По азимуту ходить не умею И поэтому в лес забредать боюсь Вздохнул Макарушка Эх ты, дядя Много вас таких грибников не учёных Тут заблудилось Но так и быть Помогу я тебе Сказал И понура побрёл самую чащу Идёт Молча оглядывается на дядю Сеню И всё манит Манит его за собой Головой тихонько Как это так кивает Всё мрачнее кругом Всю гуще трущоба Страшно Вдруг Впереди огонёк забрежил Один, другой, третий И уже глядит дядя Сеня Вот он, его родной дачный кооператив Спасибо тебе, Макарушка Начал было благодарить дядя мальчонку Хватит А пастушка-то и нету И сейчас Как будто и не было его Задумчиво подошёл дядя Сеня К своему старому-старому дому Да А принцесса уже на пороге сидит Да что машет Принцесса не заблудилась И быстро дорогу домой отыскала Потому что она хорошо ориентироваться умела Собака-то врождённая Ну а детям, конечно, обязательно нужно учиться Ориентированию на местности Тогда и в лес ходить будет не страшно Казалось бы Как можно бояться велосипеда А вот можно Сегодня вы услышите Душераздирающую историю Про велосипед У всех детей раз в году обязательно бывает день рождения И представьте себе Это никого не пугает А вот Коша очень переживал Потому что ему обещали подарить на день рождения О, ужас! Велосипед! Гоша очень боялся велосипеда Он сразу представлял себя несущимся На этом огромном двухколёсном чудовище Бешено вращаются колёса Трясётся железная рама Кривой руль вот-вот вырвется из рук Да так, что не удержишься И бухнешься на землю Со всего мах И обдерёшь коленки И набьёшь на лбу шишку Некому спасти бедненького Гошу Обычно Гошу от всех несчастей Оберегала бабушка Милай, не подходи к качелькам Перекувырнёшься Голубчик, не залезай на лесенку Расшибёшься Касатик, не трогай грабельки Поранишься Бабушка всегда стояла на страже Гошиной безопасности Но в том-то и штука Что ни одна, даже самая скоростная бабушка Велосипед не догонит И не сможет ни подстраховать Ни уберечь Ужас! В общем, Гоша совсем изнервничался И дошло даже до того Что этот жуткий велосипед Начал Гошу мерещиться по ночам Только взойдёт на небе луна И бац! Призрак велосипеда уже тут как тут Подкатывает стихонько на своих призрачных колёсах Поскрипывая призрачными педальками И начинает жутко тренькать звоночком И страшно помигивать фонариком И представьте себе Гошкин ужас Когда наконец наступил его день рождения И действительно получил Гоша в подарок Настоящий велосипед Выкатил Гоша это двухколёсное чудо-юдо во двор Вдруг Ух, какой симпатичненький велик Услышал Гоша незнакомый голосок Поднял Гошка глаза и видит Стоит перед ним девочка На голове у неё шлем На локтях и на коленках разноцветные щитки Возле ног потёртый скейтборд Дай пожалуйста прокатиться Попросила девочка И бац Пока Гошка глазами хлопал Уже такая усеялась на велике Гоша перепугался И так закричит Девочка Осторожнее Ой, убозёшь Ой, разобьёшься А девчонка только смеётся И так лихо кринделя всякие выписывает Что Гошке аж завидно стало Ну, остановилась наконец Резко затормозила возле Гоши Ух, говорит, класс И тебе не страшно? Не боишься, что упадёшь? А ты вперёд смотри, а не под колёса Тогда и не свалишься Ну, давай, давай, попробуй-ка Не бойся А я рядом поеду Подстрахую тебя Короче говоря Начали они вместе по двору кататься Сначала потихонечку, конечно А потом уже и на перегонки А больше всех в этот день Знаете, кто натерпелся? Не, у негошка Бабушка Она в окно на всё это смотрела И охала Но только Гоша её охов не слышал И он не только на велике Он ещё и на скейте научился кататься Вот такой у него был день рождения Запоминающийся Так что, голубчики мои Вот что я вам скажу Чтобы ваши бабушки не переживали понапрасну Научить их самих на велосипеде кататься Ну, или на скейтборде А можно и на роликах Чтобы они наконец-то поняли Что это совсем не страшно А очень даже весело и полезно Без других Без других Без других Без других После которой вы точно не заснёте Ни днём, ни ночью И даже утром над тарелкой с кашей Спать не сможете А дело было так В один детский летний лагерь Приехал очень весёлый мальчик Дети в лагере тоже были весёлые Но этот мальчик был значительно веселее Весь день он бегал и прыгал Как будто его током ударило Или как будто он батареек наелся А поздно вечером Когда стало темно и страшно на улице Когда с забором стали быть волки И прочие незнакомцы С которыми не надо на улице разговаривать Этот мальчик всё равно не хотел засыпать Батарейки ещё не кончились Поэтому он придумал Рассказывать страшные истории Про чёрную-чёрную руку Про белое-пребелое привидение Отверь в подземелье Гроб на колёсиках И вурдалаков И вурдалаков Всех волосиков Рассказал всё это мальчик ребятам И уснул Спокойным сном вожатого И спит он себе, спит И вдруг снится ему чёрная рука Подскочил мальчик с кровати Смотрит А из-под кровати К нему и вправду чёрная рука тянется Ногти длинные Грязные И не подстриженные Гадость Мальчик хотел убежать Но тут же споткнулся и упал Потому что из-под другой кровати Торчала чёрная нога Мальчик поднимается А перед ним привидение очкастое Прыгает Всё белое-белое И страшное-страшное Что делать? Перескочил мальчик через две кровати Бросился в дверь И с криками бегом из корпуса Пусть его лучше волки съедят Или прочие незнакомцы С которыми не надо на улице разговаривать Выбегает на улицу А там на него фарами светит Какой-то гроб на колёсиках Мальчик в сторону В поле А фар за ним Мальчик вообще испугался Бежит Кричит А из гроба на колёсиках Кричат ещё громче Стой! Ты куда? Почему не спишь? В общем Не смог убежать мальчик Прижали его к стенке У столовки Мальчик зажмурился Ну думает всё Сейчас этот вампир из гроба Начнёт мою кровушку высасывать Но кровь высасывать никто не стал А вампир голосом начальника лагеря сказал Что же это ты страшилкин понавотворял Перенапугал всех воспитанников-то Своими глупыми сказками-рассказками Вон Черноруков под кровать залез Привиденский под простыню с головой забрался Черноногов в туалете заперся И до сих пор там сидит Выходить боится Ты даже меня Целого начальника лагеря На уши поставил А ещё пока я за тобой гонялся Весь бензин израсходовал Ну как тебе, Страшилкин, не стыдно? Ну конечно стыдно Стыдно мальчику стал за своё поведение Конечно он извинился перед ребятами За то, что всякие глупости им перед сном рассказывал А начальнику обещал бензин купить Ну потом, когда вырастет и заработает Но начальник, наверное, и не поверил Потому что тяжело вздохну А наутро позвонил родителям мальчика И конечно на ябельничал Рассказал им эту жуткую историю И про чёрную-чёрную руку И про свой гроб на колёсиках И про то, что его на уши поставили Но почему-то испугалась только мама А папа не испугался И пообещал принять меры Сегодня я расскажу вам Жутчайшую историю О полезных изобретениях Как-то раз Насмотрелся Гринка по телеку Страшилок про мегамозг Который заплатил землю С помощью механических чудовищ А ведь и вправду Вся эта техника нас уже давно окружила И теперь страшно подумать Что может произойти А что если холодильник Угрожающий урчит не просто так А потому что напасть хочет А что если у лифта Открываются не автоматические двери А железные челюсти А что если телевизор Не только транслирует передачи А ещё и зомбирующие сигналы И спускает Пылесос засосёт Стиральная машинка Закрутит Пути Запарит А потом ещё и загладит И с тех пор Начал Гринка бояться В метро боится эскалатора Автобус Гринку пугает Шибящими дверями И даже детские аттракционы В летнем парке Стали казаться Гринке Ужасными стальными чудищами За версту Стороною Теперь обходил Гринка Летний парк Но лето кончилось И пришла пора Отправляться в школу В начале учебного года Все дети записывались В разные кружки И только в один кружок Никто не хотел записываться Уж больно странное И подозрительное Было у него название Умелые руки Вот и Гринка тоже Не записался Он решил вообще Никуда не записываться Ну, мало ли что Тут и началось Самое страшное Пришла завуч такая И говорит Раз ты, Гринка, никуда не записанный Стало быть Отправляйся в умелые руки Делать нечего Пришел Гринка в умелые руки И сразу охватил его ужас Тут и там Стоят угрожающие Огромные станки И холодно Поблескивают металлом Того и гляди Загудят Затрещат Завоют Зажмут Гринка глаза с перепугу И вдруг слышат голос А ну, наконец-то Хоть кто-то ко мне пожаловал Ха-ха-ха Это мегамозг Повелитель механических чудовищ Вдруг решил Гринка И схватил какую-то Подвернувшуюся под руку Киянку Ну, чтобы ею В случае чего Защищаться А мегамозг говорит Эш, ты какой ловкий Прежде чем за инструмент Хвататься Нужно ознакомиться С техникой безопасности Гринка от изумления Подпрыгнул Вытрощил такое глаза И спрашивает Как это техника Без опасности Я-то знаю Что вся техника Очень опасная Мальчик Отныне любой механизм Станет тебе подвластен Оно самое первое Самое сокровенное знание Которое ты получишь Будет знание Техники безопасности И никакая техника С этой техникой Тебе будет не страшна А и вправду Начал Гринка обучаться И со временем изучил Все инструменты Все станки Все приборы Главное ведь Ему стало так интересно Что он все свободное время Проводил в этом кружке Да вы не представляете Каких там Гринка полезных Штук он изобретал Таких полезных Что все только рты Пооткрывали Так вот Я же и говорю Если выучиться хорошенько И техники не бояться То можно столько всего полезного Для людей изобрести И раз Однажды взять И покорить своими идеями Ну в хорошем смысле слова Весь мир Но только с соблюдением Техники безопасности Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И вот Кричат Кричат Толик 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 А нету его Потому что этот мальчик С утра до вечера Стрелял в компьютерные Игралки Ой-ой-ой То есть я хотела сказать Играл в компьютерные Стрелялялки Дома он играл На ноутбуке Стрелял по монстрам Из всех видов Компьютерного вооружения Когда мама и папа Брали его с собой в гости Он играл на планшете Верхом на виртуальной лошади Гонял монстров Размахивая Виртуальным мечом И пуская Виртуальные стрелы Когда ехали в автобусе Он играл на телефоне Крушил монстров Всем, что под руку нападалось А если у Толика Все гаджеты забирали Он мог на калькуляторе играть Это, конечно, не так интересно Как на компьютере Но тоже очень жутко И так весь день напролет Но сколько ни играй А наступает ночь И спать все равно надо И вот заснул Толик И снится ему кошмарный сон Пришли страшные монстры Из гаджетов И говорят ему Ну и гаджеты Ты нас мучил, гонял И стрелял из оружия А сейчас, Вундеркинд Мы тобой будем ужинать Ну, как-то так И погнались они за Толиком А он от них погнался Бежит И только успевает уворачиваться А монстры не отстают И на ходу из всего, чего попало Толика пулеметер И места вокруг жуткие Плашные развалины Полюбуйся вот Это ты с вами Взрывалками наши домики Развалил и порушил Кричат монстры И сейчас ты за это получишь Хотел Толик в кусты спрятаться Да не спрячешься От кустиков один пепел остался Это ты и здесь бегал за нами С горючей горелкой И все повыжил Хотел Толик на дерево забраться Да все деревья поварены Это ты с бензопилой Нас тут гонял И все повыпилил Неправда Ничего я такого не делал Это ты Ты С утра до вечера нам жизни не даешь Но теперь-то мы тобой полакомимся Совсем испугался Толик Думает, надо заканчивать эту игру Как здесь можно в меню выйти? Это ты у нас сегодня в меню И тебя скоро не будет Кричат монстры Ну погодите Кричит в ответ Толик Проснусь Питание вам выключу Да ты наше питание Закончат монстры Мы сейчас тебя по маковке Выключим и слопаем Совсем некуда деваться Толику Окружили монстры его со всех сторон Сел тогда Толик и заплакал И на его счастье Сел он на кнопку эскейп В каждой игре такая есть И сразу проснулся С тех пор Толик Никаким компьютерным стрелялкам близко не подходил А стал играть в совсем другие игры В нормальные Покеев, футбол и прочий терлинг После таких игр на свежем воздухе Ничего плохого присниться не может Вообще ничего присниться не может Потому что так набегаешься Что еле до кровати доползаешь Ну, это после того, как еле до ужина дополз И монстры компьютерные тоже зажили спокойно Домики свои отремонтировали, подкрасили Деревья посадили, кустики, цветочки Красотища Они тоже с утра до вечера в футбол гоняют Вот только иногда Поздно-поздно ночью Когда монстры спят Снится им Толик Ужас 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 Ужас